всем привет мы продолжаем приходить live и strange 2 и теперь мы будем пытаться вытащить даниэля или как вы до даниэля вытащить из церкви из лап церкви даже так скажем вместе с мамой который мы нашли в прошлой серии почти как она нас нашла мы ее не нашли вот она нас приехал к поехать так ты не поможешь даниэлю мы такие ну ладно поехали а так поступки конечно всех героев просто ладно сейчас мы приехали на встречу с джейкобом джеков лента город вокруг церкви просто маленькой церквушки уверен что он придет надеюсь он обещал ты придет но если не появится мы сами вы найдем церкви дарить не могу сколько всяких бед нам вам что-то пришлось вытерпеть наверно дать мне по морде каждому даку которого вы повстречали ну это да это же счастье на попались и классные люди в этом все прелесть к чьей жизни встречи с хорошими людьми надеюсь я их когда-нибудь еще увижу о непременно ладно расскажи мне про даниэль и какой я вот удивляюсь уже какой день он короче я приезжаю домой и он начинает сперлить при том при всем то что я сегодня приехал позже я приехал с этим 9 обычно приезжают 7 27 30 и как только начать записываться начинает сверлить но сам прикол в том то что он сверлить то недолго он просверлить минутку буквально и так очень что-то болтик такое типа она высверливает на протяжении нескольких месяцев ты показывал сейчас музыку ладно все продолжить просто описать ситуацию маленький разбойник он всегда таким будет так и ты в свое время кстати да там мягко сказано гляди это он подожди перед и что не думаю о джекобе кто и т.д. он борду сбривали то он же что случилось может объяснишь я не злюсь но те правда придется объясниться не знал куда еще податься лучше я я увидел то не ли когда он вернулся в лагерь тем вечером он явно был в состоянии шока поэтому я услышал звуки сирены и испугался я тогда схватил какие-то вещи взял плед и мы ушли там муравьи ползают я еще забрал деньги которые вы заработали деньги в машине а как ты поступил правильно погоди он уже возвращает их спасибо что ты даже не представляешь как он выглядел когда я его нашел он был совсем никакой с пульвым ранением там один я и я не мог его бросить какими остальными она и ты вернулся сюда то есть ты вернул сюда откуда куда-то бежал вместе с расстрелянным малым и тебе никто ничего не сказал поверь мне было нелегко сюда вернуться как он странно выглядит и да они взяли нас себе это забирать людей к себе всегда не знаю там быстро помелькнуло я меня вот вчера они принялись отказать слушай с преподобной матерью надо действовать осторожно она всю жизнь ждала какого-нибудь вроде даниэля преподобная мать умеет промывать мозги людям она по этой части отец он хочет остаться у нее да и верить в преподобной мать ну и наезжать на нее не буду я и не боюсь как бы да я не боюсь я это ваша лизбет я заберу дуне или . послушай они ни за что не позволит тебе его вести тем хуже для них мы не будем спрашивать разрешение и видим джеком и карен привет так не знаю согласились что ли ты но уметь идея у идея занятия сейчас вроде закончились но лизбет останется в серфис чтобы провести с даниэлем персональный урок за это время мы успели проникться на их территории проникнуть я буду караулить на случай если весь план накроет что не забывает сара отчета разумный план есть кое-что еще а я мы должны забрать и мою сестру роли джейкоб ты серьезно что ты лежишь что чувак она же с твоими предками знаю что ну моля и послушай здесь играет опасность она больна они верят каждому слову лизбет и она обещает исцелить сару молитвами я знаю ты меня понимаешь правда блин джейк ну да помочь что нам надо понадобится его помощь ланджик рассказывай лизбет известно чем больно сарли просто на нас еще повесить кражу ребенка как это называется похищение ребенка это это вообще 6 нам нужно лишь найти и медицинскую карту думаю на кабинете не дома и падешь за даниэлем а я вот время с ней короче хорошо ладно конечно вся надежда на тебя джейкоб карантеда брешь план а вдруг даниэль не согласится пасть с тобой согласиться я его знаю что что почему согласится ну ну почему что заставить птица ответа и на то слева чуть такой растворилась пони запись собралась еще такой это мышкой нет даниэль показал за все время себе абсолютно непослушным пацаном с чего с пойдет с ним вот с чего вдруг и кстати не синяки пропали все за ночь хотя муж на теле есть еще эры и на месте обзор отличный из что понадобится я на связи быть осторожен что понял спасибо будем действовать тихо если что-то случится говорить буду я ладно я куда не вопрос за дело были как круто смотрите дом из бы прямо за церкви действуем быстро так уверен что у лисбет есть досье на твою сестру он осторожно там снаружи какие-то люди вот чет сколько их так можно присесть трое мужик с ребенком с одной стороны и какой-то тетка с другой хорошо спасибо каран но не положено тут находиться когда служба служба заканчивается так что лучше не подпадаться на глаза зачем все путем да за меня не волнуйся я нашла отличное укрытие и вид отсюда хороший круто быть только осторожней спасибо что она обязательно оттуда идешь окей понял значит ты вырос в этом городе нет другое общение к востоку отсюда лизбет уехал чтобы основать хэйпоинт мои предки последовали за ней привет юный хакер мэн что ты делаешь здрасте мы просто гуляем ты знаешь что после того что нельзя находиться на территории церкви да я буду промолчу ну я где-то здесь потерял свое кольцо просто вот мы его ищем да это когда же я что-то не видел тебя на службе ну просто мы опоздали поэтому смотри сверху добро зачем врать я нечаянно я крутал кольцо ну почему-то вниз поветел все знаешь ты не любишь слушайте в эту долго не бродите я еще поговорю с твоим папой конечно до свидания я нечаянно извини я не хотел колючек разключил бля я не хотел их все промолчать блин что с ней такое она вся явно недолюбливает это потому что я ушел за общины ни одна на меня злится ни одна на ни одна она на меня слышит сожалея пошли а нельзя ну куда он стоит мне идти куда идти то я не знаю попасть в дом лизбыт вот это она там занимается с кем-то сейчас да а по досье ищем поверить ему что здесь живет в таком унылом доме надеюсь они нас не сдадут давай же поживее где все документы здесь в ее кабинете и конечно же заперт ее слова про открытые двери тоже вранье нужно попасть внутрь черт может тут еще что-нибудь наверное она предусмотрительно так что у нее наверняка есть дубликат но картина нет дубликат где же он может делать быть но хлопьях нет бумажка что там говорит про бревно в глазу лизбит фишер антибиотики кандидоза 250 так вот же ну ладно давайте посмотрим в книге бывает книги ключ внушать доверие и убеждались ахер есть кто-то книги 15 заповедили эква оратора я для счастлива для чувственной женщины по сенсу фьюма вуман вуманов юмор чего типа очень можно выбить дверь на самом деле вообще живет многовато таблеток особенно если учесть что отрицать науку теперь понятно откуда даниэль такая стрижка дебильная абсолютно как блин хор мальчиков с пальчиков орган серьезный орган это женщине повторял друг там есть это ручек почему постоянно хожу труселя какие-то вот здесь должно быть черт макс лаки похоже преподобный мать добралась до него раньше джейка спасибо что сообщили мне даниэль и джейкоб я еду хейверпойнт поэтому очень прошу расскажи даниэлью но так чтобы не у тебя ни у него не возникли неприятности о том что родные не забыли его я не знаю сейчас шон но надеюсь найти его тоже желать тебе всего наилучшего если тебе что-нибудь нужно смело обращайся и помогу всего хорошего карен ёпта чё там я нашел твой письмо джейкоб лис бы добра за него первый она вытащила из ящика вот она проверяет все приходит в общину здесь жуткое место шо ну пусть это все в порядке да мы не можем дверь открыть мы думаем как пассия кабинет она его заперла значит документами за там хорошо я скажу если замечу что-нибудь странное понял ее выберли из церкви а теперь присмыкаются уважаемый проклямый мать фишер пишет вам майкл блум зная что с вашей последней беседы минуло много лет и беседа это было не из приятных но несмотря на и такой-то на наше расхождение взглядов мы всегда понимали что ваша благочести не знает равных никто не удивился узнав что ваши слова и деяния нашли отклик сердца стольких людей надеюсь вы поверите если я скажу что мы все очень гордимся вами вместе с тем мы испытываем сожаление и стыд за то что попросили вас покинуть лону церкви не сознавая всей глубины вашей веры пусть это слушать нам напоминанием что все мы должны учиться на своих ошибках даже самый город горделивые из нас должны склониться перед мудростью нашего господа мы надеемся что вы сможете простить нас будем рады видеть вас в гостях когда пожелаете выбрали нам за дело все-таки сиди там были так что за она совсем зациклилась на его суперсиле да и не стоит после использования дара никак не может восстановить силы новый режим питания он действит действует своевольно вещи написание не вызывает о нем отклика больше молитв больше занятий сегодня после урока даниэль ходил недовольным пожелает пожалеет розгу испортишь дитя пока еще рано нужно проявить снисходительность довериться господу я сегодня заплакала глядя на чудеса дитя проводник воли господа что он из пошлет нам и когда вот вышка с варгане комната даниэля ага блин ну и плесняк но близбит отрицает материальные блага так что это не повод превращать свой дом в тюрьму я здесь не хочу ничего рассматривать на самом деле потому что нет времени на это это браслет финна чтобы там не случилось фильм был настоящим другом даниэля рисунок под кроватью они такие милые и кажется возможно рисунки я уже в тебе не энерго-медведь его друзья но бумаги что это даниэль фишер о нет нет это полнофель имеет не пугать это меня отпугает она установила что черт люди восторги от его суперсил я знаю что ты вряд ли прочитаешь это письмо но мне очень захотелось обратиться к тебе когда я узрела твой святой дух на прошлой неделе я гришь грешница много лет не было в церкви но недавно соседка рассказал мне про элизабет фиш и твои чудеса и ощутила шепот господа и проведет делал долгий путь из траки heaven point увидев твой ангельский лик я поняла что ко мне возвращается вера даниэль ты показал нам что бог жив и что он вершит чудеса с твоими руками ты поднял крест так как он когда-то вознес иисуса я вновь обрела веру и мой дух сильнее прежнего ты был неспослан нами чтобы доказать господь любит нас я сейчас коплю деньги чтобы вновь увидеть тебя и молюсь чтобы я смогла жить служить вечно твоя последовательница лорик конуэй если захочешь пообщаться вот мой номер задание тех кого люблю я обличаю наказу поэтому проявле появи рвение и рассказь что-то happy birthday даниэл он был счастливым были даже не верить что его пропустил и но здесь вряд ли что-то будет ладно пошить но я не думаю что время просто идет miracles я чудеса конспирология поле и не даже скрывать выглядит такой жесткой короче еще ты не вижу ничего можно из иконы что там нету я не знаю но серьезно цена может быть я придется выбить дверь занавеска это бред полный короче на выбиваем к черту машин слушай ты уверен что это разумно еще бы прекрасно я не знаю где ключик сих его можно находить вообще и гайся это я типа личный архив да нахрен здесь информация обо всем эти папке наверняка досье на мою сестру так как нашел думаю красоты это ищешь черт у нее воспаление легких валите взяли зачем там читать суть по всему лезбит отлично понимает что моей сестре нужна помощь врача это преступление она чокнутая смотри у нее и на тебя досье есть почитай и узнаешь как она любит свою паству бэйн что это такое ты чем-то болел что ли исправительной терапии неужели они пытались излечить тебя от чего ну да они считали меня выродка грешника и ты сбежал значит поэтому ты и сбежал прошло пять лет пока до меня дошло что к чему я был к страхе и смятении я правда считался себя грешником поэтому я решил что должен искупить свои грехи а какие грехи не понимаю как они могут проповедовать эту херню то есть и как же финны и остальные они выходили тоже грешники нет конечно шон я тогда совсем мало знал я им верил черт джейк несколько лет спустя мне стало совсем плохо я начинал причинить себе боль Лизбет тогда сильно психанула у нас не было долгой беседы она предложила мне уйти повидать мир и во всем разобраться я не очень понимаю шон но Лизбет ведь правда во все это верит я даже не представлял как ты здесь жил мне мне жаль джейк прости что я привел себя сюда я был потрясен когда увидел на что он способен он был настоящее чудо я решил что я вновь обрыл веру но вместо этого я простили ему вред мы можем все исправить нам нужно добрать Даниэля отсюда надеюсь у нас получится я отвезусь в другую больницу где я его лечу надеюсь ей смогут помочь я не знаю с какие ценные в почему нет какой-нибудь там возьми половину к примеру нам тоже как бы нужны деньги иначе как мы будем проживать блин ну ладно я я не дам наверное все таки надеюсь еще можно все можно вылечить шон прием что такое у вас гости громил которая работа на ализабет им говорил котетка и теперь он идет в вашу сторону шон он опасен поверь и у меня отличные идеи как его отвлечь у вас будет больше времени только скажи не суд опасно ну ну что не придумаю ладно ну прошу будь осторожен шон что надо спрятаться а толк то дверь мы выбили какой ключ что ты там стоишь что ты там стоишь что за кто здесь кто здесь ну конечно ну конечно опять нас бьют ты что здесь забыл ты тоже здесь беспроцент я сейчас за тебя проблема потом с тобой разберусь а ты придешь со мной говнюк так выруби его нах почему он бил каких-то стариков но сюда не хотел бить пусть твоя помощь совпластится в этом юном сосуде ответь мне реподобная мать шон что происходит реподобная мать он копался в ваших вещах в кабинете есть туда отпустить джекоб о шон забудший ангнес как ты посмел оттвернить священную землю ты в порядке а а да не волнуйся пошли со мной Даниэль мы уходим прости шон я не могу да нахер не несет чувак она использует тебя шон Даниэль уже сделал свой выбор и вновь предлагаю тебе птицы к нам доверься мне и стань частью нашей семьи ни за что значит таков твой ответ да смилуется господь над твоей забывшей душой тебе пора покинуть наше святилище прямо сейчас не я не уду без брата ты разве слышишь что сказала Никлас он просто не в себе мы прощаем грешников я никуда не пойду это мой дом моя семья здесь Даниэль послушай она не заменит тебе семью Шон кто это наша мама она пришла за тобой о слава все господи в нашей церкви светилась новое чудо чудесно да нет все хорошо подойди к ней вот же она рядом с нами не бойся я я ее не знаю естественно я знаю как тебе тяжело мой сын прекрати его так называть ты просто манипулируешь им психичка укажет своя точка зрения но коли ты его мать позволь спросить почему ты позволила своему чаду бродить одному в глуши где ты была когда Даниэль потерялся где Даниэль послушай я сразу приехал как только узнал что ты здесь совсем один я здесь не один дети наследие от господа они плод чрева что который раз уже эту херню не слушаю ты получила божественный дар и бросила на призвол судьбы кто ты вообще такая кто-то была его матерью но отрекешься от него ты утратил родительские права как же твой всепроводящий бог ты же знаешь слова из библии как ты смеешь делать вид будто тебе дорогие эти дети ты бросил их и своего мужа ради плотких утех Даниэль милая она хочет тебя обмануть прошу подумай сам ты увидишь обман Даниэль она повинна во всем что случилось с твоим папой ты ничего не знаешь это была случайность в мире вообще полно случайность несправедливости боли прости меня Даниэль я знаю что бросил тебя твой брат и причинил вам много боли я знаю что одни один из чё там короче надеюсь мы сможем обсудить все это вместе именно это я пытаюсь объяснить твоему брату и я рада что он меня высушил доверься на она использует тебя твоих корыстных целях Даниэль на сей раз выбор за тобой кому ты веришь больше ей или мне я вот так то тебя не убедить Даниэля покинуть наш сад он останется с нами в твоей настоящей семье и мы его никогда не бросим катись в ад Даниэль пошли охренеть и что теперь шо ты разве еще не понял что ты проиграл ты должен с ней поговорить шо ты сможешь его убедить я не брошу тебя Даниэль не отдам ты очень настойчив шо но твой брат уже выбрал как будь твоя подруга Сара Ли сильно заболела но Лизбет не хочет вести ее к доктору что? она не стала бы так поступать это бессмысленно да не знает кому можно доверять она не настоящая христианка вроде там что было вспомню Клэра и Стивена они тоже верующие но они не стали брескать жизни девочки но она всегда поступает правильно зачем ей обманывать да не верься мне Даниэль я знаю что делаю Господи говорит со мной и с тобой тоже ее выгнали из церкви где она раньше служила да там поняли что она чокнута тогда она ушла и основала Хеверпойнт почему и так поступили она сделала что-то не так ложь я сама от них ушла потому что все они были слепы не верь ему Даниэль Даниэль письмо от Карен нашей мамы у нее дома она спрятала лишь бы ты не узнал что мама тебя ищет что? ты сказал мне что она не хочет меня видеть посмотри что вы натворили эй братец отойди никто не разлучит нас с тобой я сказал стоять не надо не надо я проделал долгий путь ради тебя и никто меня не остановит я пойду куда угодно шон он должен осознать не встаем мы уже много раз получали еще получил слушай я стараюсь быть отличным братом как мог и похоже облажался я не ценил тебя что? искала твоей жизнью не был такого прости шон не слушай его он бросил тебя точно так же как эта блудница затни его он бьет меня сколько хочет я тебя не брошу не бей его да я не дай им это сделать вставать вставать будь у меня такой дар я бы вернулся в прошлое мы бы сидели в нашей гостиной в стерли а принес бы нам пиццу и чипсы а потом выбрал бы фильм потому что сами вечно за этого ругались он всегда выбирал твое любимое кино но это не в моих силах я могу ли стражаться ради тебя чего ты ждешь мы с тобой крутейший команда брать что ты делаешь пожалуйста он же мой брат ты можешь сжечь нашу церковь но тебя не уничтожить нашу веру да не узнаешь что ты говоришь правду не сдавайся ну я не верю а чё можно сдаться типа чё за бред ничто ничто не остановит меня мы братья помнишь папа любил говорить что сам главный это наш кронгруза умали хватит да не послушай его но это были короче тесты до этого я не остановлюсь и пусто делать что угодно я буду возвращаться снова и снова ой не тот кадр я люблю тебя да нет а я те захни его сейчас же не двигайся и схожу бить вперед я не боюсь давай стреляй мы уже валяй стрельними в лицо и живи с этим живо джон не очень жаль правда я растерялся мне казалось что она другая прости шон нам надо уходить отсюда и поскорее нифига в принципе так и думал вот так и частенько происходит в фильмах но а это куда делась убежал что и сразу о нет нет вы устроит пожар вы все сгорите в этом аду отойди отпусти нас живо я уйти пока я жива и аллах а че такая странно это дилема тут я не знаю я не буду им рисковать короче я сказал отойди иначе конец что не надо я не думал это я думал он словами будет делать как я должен был это понять я еще не думал об этом я это не хочу так делать это бред я думал слабо не будет его пригрожается то я знал что пистолет достанет это точно не хотел делать поэтому я не буду это делать я попрошу даниэль помочь пистолетом еще угрожаешь что-то стрелять начнет еще по ней охереть просто он все время словами говорит он друг стоять достал ну да можно это нельзя пусть даниэль поможет типа там это странно очень сцена для нее после всего что я для тебя сделала ты все еще можешь покаяться я тебе больше не верю ну вот нормально и ничего такого странного не было а с пистолетом это бред полный ну типа я не согласен поэтому перезагрузился это чушь я странный мужик я странный мужик как ее ангел я не видим как монстр как монстр когда не поймешь по-моему я не понял первое слово что-то в моей жизни питера слова не понимаю послушай папа ты поймешь по-моему эти слова что-то я говорю я тихий что-то не знаю так я не буду даже переводить короче там тяжело первое слово понимать вообще и машинка грязничает вообще не мыло никогда а потом он опять убежит надеюсь он будет слушаться хотя после этого всего я не верю вообще ни хрена мне даже интересно что будет сейчас ну типа эти как выбора выборы он довольно странно деньги на работе прошу еще с короткой глава по документу заняла полторы серии эти музыку послушаем может быть она неплохая тоже хотя могу скорости послушать вот это конечно мигание жестко так казалось мне короткая глава это а это манипулятор шикарно знатная очень длинный опять типа он меня вообще не слушал ашина похуй а ее он слушает не жил так может резко измениться человек да ну нет хотя может если какой-то крутой псих вот сколько там в коме пролежал три месяца на говорили сколько за три месяца можно так изменить человека блин что-то не знаю хотя он там потерпел довольно жуткий стресс возможно под действием это можно было его как-то склонить а учитывая как она манипулятор шею там в психологические книги всякие читает он невозможно учиться не зря я там поискал от письмо чается не зря потом ты тут типа наговорил стреляй стреляй как бы он потом брата говорил он был нахрен порвал бы на куски кром тут же если бы он выстрелил он уже понимал то что какая-то херота она пытался его заткнуть благодаря этому всего то что он начинал понимать как можно пройти все тесты как можно ручку там попасть вещей там же вообще непонятно один из теста прошел то я молодец я прав оказался прикиньте то есть фильмы сдали почти все охренеть я думал типа блин что там будет 50 на 50 ладно потому что зачем уговорили живой помочь вам сбежать не ты не собирался делать вы напали на джоуи чтобы сбежать из больницы зачем нет на джоуи нападать вы что это нет ну я правильно сделал короче через окно вылез вы поговорили с финном и обвинили его в том что случилось мне нравятся те люди которые эти сначала его стравили полиция потом типа и простили нормально почему не было в больнице как это может быть как может быть связано вообще многие проигнорили его смотрите-ка чё да ну нафиг серьезно как он и даже не коснулся 50 на 50 вы отказались петь одинаково антон подвез вас до хэмпоинт грузы кин тут принципе очевидно и 9 процентов дошли ну да конечно вы сломали игрушки вот это конечно прикольно вас не заставляли петь песню это типа если ты там до этого все говорил правильно вы сделали пожертвование церкви как оказал зря вы строили разговор так чтобы каран открылась вам ее можно осудить но не так как там было сказано вы выкурали сигареты миссис каран но это типа и я сказал типа я бы я был против курения но типа чтобы сблизиться я это сделал каран не предложил вам помощь вы вызвали подозрение у николаса пытаясь проникнуть хэверпоинт что вы не дали тут за типа нам они тоже нужны как бы деньги вот видите 50 на 50 выстрелили лизбет пока даниэл не мучил ее как это вообще связано что вы разрешили даниэль из полюсилу против лизбет а даниэль тоже пощадил смотри качу вы застрелили лизбет пока даниэль мучил ее то есть его можно там разложить против ню промочит водка да интересно ну в принципе у меня друзей много там получается примерно те же самые проценты если чего здесь смотрите вы сделали пожертвование церкви очень сильно меняется и вот это менять очень сильно там был 50 на 50 а здесь а весь уже прям понятно здесь все понятно у меня вот какие друзья али вы стоит до последнего антон подвес ну типа это вообще очевидно решение как бы ну блин а как а как у кому-то я не знаю вот это как по-другому там конечно слишком грубо это сказал но я бы сказал что это он виноват тут правильно все мне просто нравится сначала вы типа отправиться туда потом короче лая уже сказала бы еще 37 минут и последний глава кстати последние это получается где-то полторы серии ну вот мы добрались даниэль придет дальше прорваться на ту сторону и на блять готов думаю да то есть мы все-таки потолок съедим она принца мама куда делась убежал опять я приехала спасать и поэтому бегу ну кричит границу правые по это жестко как там назывался-то фильм блин там короче американцы давайте послушаем просто а что это если мы не будем давайте а вот луф в 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Чего? Ну и не глушали же Жизнь странная штука 2 Зачем это переводить? Ай, блин, слишком сильно попал Ой, красота какая Аризона через 7 недель после событий в Хеверпоинт Эти колонны выглядят как сюр, конечно, да? Я, конечно, понимаю, почему они не падают там вот это все, но все равно Это очень странно выглядит Нога должна, конечно, появиться сейчас Нет? А, нет Все, волосы отросли Он снова нормальный Они с пацаной с хора Эй, эй Шон, простись Чувак, ну же Что? Который час? Вставай Люди, какая тут красотища Ну это да Сейчас найдем Что-нибудь красивое Ну великолепный кадр, конечно Феноменально Вот эта дыра Каньон Это большой красный каньон Или как он называется? Американский каньон Ладно Ух ты Красотища Да, блин, просто невероятно Я знаю Глаз не болит? Да, не Просто чешется Все в порядке, брат Я Правда Ага, хорошо Он не верит в это Блин, классный кадр, кстати, был Что бы ни случилось, слышишь? Да Да И я люблю тебя тоже Мамка свалила уже, да? Братья, Диас Навсегда Ее А тебе До сих пор тебе кошмар снятся? Ну Про Лизбет Мне кажется, будто она придет И заберет меня Так страшно Такие повезло На ту репетту смысле Да Но она все еще на свободе И это меня пугает Ну Мы вместе Мы сейчас Очень далеко от нее Понимаешь Мы снова вместе Безопасность Надеюсь Шан А мы теперь преступники, да? Ну Типа того, ладно Не будем врать Мы с тобой много раз Нарушали закон Если копы нас поймает Нас будет судить за все, что мы сделали Это уж точно Ага Знаю Ну Мы почти на границе Наконец-то Мне здесь нравится, но Я знаю, что нам скоро Придется уезжать Прости, брат Шон Я знаю, что прошло много времени Расскажи мне, что дальше было с волчатами Да давай расскажу С прошлого раза прошло много времени Очень много Хорошо Что ж, ладно Итак С помощью мамы-волчицы Братья-волки Насили Кулу вырвались из секты койот Мама привела их в свое тайное логово Посреди красной пустыни Там братья-волки смогли отдохнуть Но рано или поздно Им придется отправиться дальше на юг Сейчас они в шаге от края, где родился их папа Но путь Их приглашает огнедышший единорог Но он оказался добрым Я не подружились Минуточку Рассказчик Но Это про меня рассказ, так ведь? Ну да, верно Ты прав Ну ладно И что тогда был дальше Они приехали в Мексику Но я на страну напала армия гоблинов Я вообще бы поугарал, типа это моя история Но он Нет Он не понимает, когда ты шутишь вообще Ладно, про дождь И плюс этот еще тоже может как-то неправильно сказать Лучше играть по течению игры Братья-волки перебили всех гоблинов И стали героями Полиция простила их И всех друзей приехали на праздник в Мексику Звучит неплохо, брать Давай-ка собираться И пойдем назад в город Ну почему-то кажется, что они могут вернуться Телескоп Ну это надо рисовать точно О, время рисовать Отличная мысль Я рад, что не разучусь рисовать Ну ты понял Я тоже, Даниэль Если представляю объект в уме Я нарисую что угодно Ну почти Ух ты, круто Не бросай рисовать Никогда Басная вера Это так круто Ты одно единственное место рисуешь? У меня сил немного болит Спина Сила Мы сегодня будем спать на кровати А может, если от меня в образе супергероя? Какая кассия? Крутой А это что такое? Драконов хит Ну это очень не в тему На самом деле Некрасивый пейзаж Такое Эту пигню добавлю Та-дам Готово Да заценить Блин Неужели такой злобный Он похож на суперлодей Ого Здесь утром так прохладно и здорово А кто наступит жареща? Хорошо, что он был и в чем спать Или в запускных зверушек Мне понравилось рассмотреть планеты и звезды Откуда ты это взял? Вот здесь мы потом еще вернемся Посолить на звезды Мама говорит, что скоро будет лунный затмение А я за Такое классное место Я бы переехал сюда жить Эй, я помогу тебе Скажи, что угодно Ты крут, чувак У папы стопадов была такая же книга Гража Да, припоминаю Почему он никогда ей не давал? Может, мы не читали А, напоминала маму? Ааа Да, верно Открывай подарок Сейчас Так Ну и все У нас денег В смысле, где деньги? У нас мамка забрала, что? Айч, декай А реально что, мамка забрала, что ли? Это мама? В этом далеке живет, как хочет Джон украшает его крутыми скульптурами Из найденного стилисия Утиль сырья Очень приятная жизнезрадостная женщина Если посему, без пяти минут лучше подруга Карен Офигенная тушка сегодня выделил время Да, Даниэль рисует все так себе Я не поймаю Где наши деньги? Где кошелек? Йо, каптан Кэн Кэн, кэнни теги из-за Идеальный строй Добрый мусор Он может убрать сам себя Хватит Даниэль Даниэль Что помыть не можешь? Еще бы Ну прекрати Блин Ну ты зануда Ну что? Кого пора в путь? Что это за звук? Он что-то делает? Что с ним? Что ты делаешь? Нет времени на игры В смысле, он что хотел? Убить хотел или что? Я просто не понимаю Не делает так Он же ему больно Не творил ничего Он просто воздух поднял Жаль, что я так не увидел Звездопад Ни одной звездочки Мы увидели млечный путь Это круто, кстати И Марс Видишь? Они похожи на те, с которыми ты играл В лесном домике Когда заболел Точнее Погоди Значит тут кто-то бывал до нас Конечно Вот везде кто-то был Готов спорить Так, на чем остановились Они прикольные, дядьки Ну это возьмут лучше Траву обсудить В смысле, я же нажал Обсудить Чё за херня Хоть кто-нибудь растет А пусть и бывает дожди Ну, бывает Это хороший вопрос Она была в школе учиться Было все понятно А то, видимо, не учуся Херу то есть Так думаешь, что он решил помочь Есть скульптура И еще бы Ведь у нее чудо-помощник И рад, что могу использовать здесь суперсила И не прятать Ага Здесь никто не против Мам ничего не говорит о моей суперсиле Как думаешь, почему так? Она стесняется Ты Ты О чем это? Ни хера, если ты прыгаешь Она же моя мама Ну, сам понимаешь Отличная задачка для Нашего местного Супер мальчика Сам понимаешь Вообще-то это разрушение Исторической ценности Какой-то или как-то природного Это должно быть под защитой ЮНЕСКО А они, короче, разрушать Это будет Это нехорошо вообще Это вообще не норм То, что я сейчас делаю Ну, так, вроде получилось Молодец Ой, Даниэль, Даниэль Что не пейзаж, что красота Это глава красивая, конечно Четвертая такая сия была Даже не значит, что фотографировать можно Где он такие сапоги классные взял Это же кожа Выглядит просто классные Да что ты, человек Сколько можно фотографировать? Сидеть и фотографировать Ой, пролог прошли Нифига себе Что-то короткие А мы же из Мексики Позвоним всем, кто Вот с нами был Эй, я спиду узнать, чем заниматься Джои Беги Беги А я скажу, отдам телескоп Стэнли и Артур А, так она не убежала Она тут, получается, да? Значит, я зря Уехала в город с запасами на неделю На кухне есть блины Скоро вернусь Удар ты его опять запихал Это огромная труба Данил, прием Да, я слышу тебя, прием Приборга блин на кухне Репи Панкейк Покторяя блины на кухне Ой, прости Хотел поесть с Джоан Тензер Понял Полястый блинов отменяется Ну и бардак Да я никогда не изменится Это пиздец Поверьте Не могу, что она его сохранила А, нифига себе Мне понравилось Новый игрок с Даниэлем Карен тоже может Поиграть с нами Что было сейчас А с кем обсуждать А, с этими Пограции Простите, мистер водонос Не забыли полить посевы Я никогда не забываю Спроси у мамы Я не умею так выращивать Как она Может в Мексике научусь Ну да Мы там будем всяко выращивать Значит я зря на нее наговорил, да? Извините Ничего прикольно Прям прикольно придуман Хотя Хотя Я думал сначала под дождь Хотя можно сразу Взять короче Презент такой Который будет стекать вниз Вот вода Из дождя И короче Вот она будет в бутылку Вот в такую штуку Скапывать туда Дырочка будет В этом презенте То вода будет скапливаться И потом постараюсь Просеваться в бутылку Мм? Ну как? Я понимаю, почему Карен Решил сбежать от всех И все В прямом смысле Избег флешку Вот к чему вообще Это вообще к чему Зачем я избег флешка Здорово не выходит Переписывай свою жизнь Я лентами блюса Я достигаю конца Я тотчас Взорщаюсь в начало Я привыкаю к новым лицам Пользуясь правом сбежать И пишу черновик с нуля Богиня смеется над планами И показывает мне страницу На которой давно нет пометок Здесь в пустыне призраков Семена вернулись Став побегами Чтобы явить свою силу И молодость Теперь я возвращаюсь вперед Объятый страхом И надеждой Чтобы полить водой Детей и солнце Эм Ну может быть метафоры крутые Но Карен живет в своем домике С тех пор Как мы приехали Крым очень Можешь удалось в деньгах Или ей нравилось работать с детьми Похоже они наконец-то нашли свой дом Карен выглядит такой Юной и крупкой на этом фото Трудное было время Я что-то хотел сказать забыл Я рад, что у Джейкоба И его сестры все хорошо А, отлично Они достойны спокойной жизни Прости, что не написал тебе раньше Но мне только сейчас Удалось провести дух Перевести дух После того, как мы избежали Из Хевенпоинт Благодаря тебе и твоему брату До сих пор не могу поверить То, что случилось Это все так странно Мы с Сарой Ли Скучаем по родителям Но пока не готовы сообщить им Где мы сейчас Решим этот вопрос позже На свои сбережения Наконец-то купил антибиотики Для Сары Ли Она очень быстро идет на поправку А ну все нормально-то Дети настоящие супер Причем на свои сбережения То есть он сберегал У него были деньги Дети настоящие супер люди Благополучие сестры Для меня важнее всего Ровно как для тебя Благополучие брата Вам повезло быть вместе А нам поверят вас Я пытаюсь отыскать наших ребят Из Гумбольда Буду держать я в курсе Надеюсь, что вы все здоровы После той ночи на плантации Мы заслужили счастье И светлое будущее Дай знать, когда вы окажетесь На той стороне Вы с Даниэлем справитесь Обними от меня Покрепче нашего юного героя Удачи, Джейк А вторая страница, что там? Как мило Сара Ли Похоже, Лайла появилась соперница Надеюсь, ты жив, здоров и счастлив У меня уже гораздо лучше Мы долго искали жилье НКС нашли Холодная погода Нравится мне гораздо больше, чем жара Приезжай к нам в гости поскорее Я так рада, что ты стал Одним из моих лучших друзей Сара Ли И сердечко Подыш Он Кикадыш Не знал, что есть Здесь пиратов Постраняющие Карен настоящий лайфхакер Карен подрабатывает Написанием коротких заметок За них поди пласть лучше, чем за стихи Спасибо за черную колонку полезных советов Она собрала много отзывов и просмотров Я знаю, что ты не хочешь светиться в соцсетях Но твои мысли могли бы привлечь к нам больше читателей С нетерпением жду твои новые заметки Не будь и не забудь отправить Свой Отправить счет в фактуру за май июнь Ялинка И блин, я показался, это какой-то кто-то известный Сначала, потом оказалось, что нет И подмечать в них хорошее Ёпта, я не хочу читать Это что-то скучаю Сестричка Надеюсь, однажды мы сделаем новое фото Отчет Лайла Парк Это я днем, все отлично, все под контролем Это я в 3 утра в своей кровати Лайла Парк публикал новую фотографию Вспоминая Шона Мы еще увидимся, братцы Будем беситься Нравится Джен, Адам и Элли А, то есть она все-таки, ну, понял Но я говорю, это не она, вряд ли это она была Короче, у них просто там стоит датчик Кэссиди Я даже не представлял, как сильно соскучился Поголоса кассиди ее песни И... Блин Ола, красавчик, ты уже больше не городской Джейк дал мне номер твоего абонентского ящика Так что теперь тебе не скрыться от бывшей банды Я знаю, что ты слинялась в больнице И рада, что вы по-прежнему направляетесь в Мексику Мы все были пеклецами, но вы с Даниэлем властелинный дорог Надеюсь, ты наконец-то вернешься домой Я, конечно, не готов еще пускать корни Поэтому мы сейчас все зависли в Колорадо Хотим как можно дальше убраться от западного побережья Где слишком много грустных воспоминаний Должен поверить, что нам больше не придется Расхлебывать всякую хрень из Афина Но по этому мы как раз не скучаем Я напишу для него еще несколько песен Мы хотим вспоминать его хорошие стороны, а не дурные Что? Типа его посадили, что ли? За то, что он хотел ограбить плантацию наркоторговцев? Капец Мне тебя не хватает Я была бы рада уехать подальше от этой сраной дыры И снова поплавать с тобой Так что напиши мне, как доберешь до Мексики Шон, не заставляй разыскивать тебя Я даже дам тебе свой номер, чтобы ты не смог отвертеться Целую Кассиди Блин, я не знаю Я бы с Лайлой лучше было Но я не понимаю, мы с ней прям друзья-друзья Или как? Мазь для глаз для нужно носить с собой Кажется, что она мне не так часто нужна Она меняла мне подгузники, но Я чувствую себя здесь ужасно неловко Забей Близля Карен мне рассказала, что на прошлой неделе поймала гремучий змею в туалете Все нормально А куда телескоп-то захерачить? Что с ним? Ага Ага Понятно, давайте посмотрим флешку Ого Надо было сразу глянуть на это, что на этой флешке А че здесь? Домашка по математике, но это такое рисунки, проще охоене, картинки, мистимики, тикси, пдф Привет, папа Ладно, всегда могла меня рассмешить. Выпускать торчит, точка, как бы пофиг. То есть мне нужно съесть блины сейчас. И Клэр Карен есть одна общая черта. Они обожают блины. Блины-то зашибись, блины-то лучшие. Одно из лучших, что придумывается в плане еды. Берешь такого, сворачиваешь, так об варенье. Это блины, это блины. Это что за записка, хотя я не видел по-моему. Карен не любит уезжать отсюда, даже за покупками. А что там с этим капитаном Спиритом? Карен явно была очень рада, что наконец-то попал в Нью-Йорк. Ну, смотрите, у нас приютило... Все-таки... Я хер его знаю, тут такой Артур, где он... Живет. А это похоже, кстати, знаете, на что? На... Бернингмен. Вот это все. Здорово, что люди стремятся дать вторую жизнь своим вещам. Вот, я о том же. Там тоже все отдают просто даром. Мне нравится энергетик этого места. Каждый строит, что хочет. Да я задолбаю здесь ходить. Кстати, серия-то, она заканчивает, оказывается, я забыл. У меня в прошлой серии была большая. Ау, проведу там, давайте, проведаем его. Джон, что нового? Вот, погляди. Вот, сценика. Так, Даниэль. Сделай перерывчик. Ладно. Он просто... Удивительный. Да. Я часто слышу эти слова. Представляю. Ну, у тебя есть талант, Шан. Я серьезно. Ну, калякаю понемножку, да. Я не знаю. Я просто... Калякаю понемножку. Это, это, Юра, ага. Я раньше тоже думал, что моя скульптура дерьма. Но на фоне всей остальной крутоты. Но каждый творец уникален, Шан. Каждый из нас приносит в мир что-то свое. Скульпт со стажем? Господи, нет. Я из всех сил старался этого избежать. Гениально. Пока не поняла, что сопротивление бесполезно. Слушай, если хочешь стать художником, ты им станешь. Пусть не всегда легок. Это зато в результате все будет охренительно круто. Кстати, о птичках. Не хочешь мне помочь? Ой, эээ. Не знаю, стоит ли. Ты справишься. Просто хочу знать твое мнение. А, ладно. Почему бы и нет. Вот другой разговор. Так, встань-то здесь. Даниил? Даниил, готов начать все заново? Ага, да, держитесь. Вот тебе еще один фокус. Я хочу увидеть, как ты соединишь эти три детали. Я сделал эту модель, чтобы показать, что я задумала. Но твою волю творить, как хочет. И нам не нужен край, чтобы поднять все это. Даниил собирает эту штуку, как детский конструктор. Еще бы. Ну, погнали. Сохранение, пожалуйста. Нет. А. Рука, туловище. Туловище. Да, что мне делать-то, я вот эти поставлю все. Это правильно сделаю, как должно быть. Ну, теперь металлическая рука. Керасин жесткий, конечно. Ну и голову. Больше ничего нет же. Все готово. Кера так. Что это? Ну, значит, на следующей серии сейчас 20 не это. Кажется, мы почти закончили. Ну, а что, готово? По-моему, выглядит это прикольно. А что с каждым нашим музыкой? Я ее по-другому представлял. Но все равно выше клево. Ты отлично поработал, брат. Шон, Даниил. По-моему, мы с кухтой у вас в крови. И вам от него не откреститься. Думаю, на сегодня с вас хватит. Огромное вам спасибо за помощь. Хорошо. О, сейв. Все, давайте там закончим. А потом, естественно, продолжим. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Заходим в группу, там и скриншот обзора сонтреки. Ну и, как обычно, всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok